Проблема лишних. Почему половина россиян не работает по специальности? Дмитрий Лекух специально для РИА Новости. Любопытные данные были получены в ЦИОМ в ходе всероссийского опроса в конце прошлой недели. Как выясняется, почти половина жителей России не работает по специальности, которые обучались. В качестве основных причин этого неприятного явления респондентам чаще всего называются отсутствие возможности трудоустройства и низкая зарплата. На мой взгляд, это не совсем так. Точнее, низкая зарплата по основной профессии, как и недостаток профильных рабочих мест, это все-таки следствие, а не причина. Причина же кроется в том, что рекламируемый всеми профильными ведомствами рынок образовательных услуг даже рынком-то так по-настоящему и не стал. Да еще и пребывает в совершенно жутчайшем дисбалансе с рынком труда. И все реформы образования в своем нынешнем виде с точки зрения воспроизводства трудовых ресурсов вообще никак с этим самым рынком труда не связаны. И это очень тревожный сигнал как для российской экономики, так и для общества в целом. Большого секрета тут нет. Человек, не востребованный по основной специальности, как правило, экзистенционально не удовлетворен своей жизнью, что в общем-то неудивительно, и как следствие зачастую социально неспокоен. Иной раз представляя собой настоящий горючий материал для тех социальных процессов, которые нашему обществу совершенно не нужны. И это, увы, характерно не только для нашей страны. Вспомним, с чего начиналась печально знаменитая арабская весна, движущей силой протестующей улицы, в которой стала достаточно образованная, но не востребованная работодателями молодежь. Впрочем, давайте по порядку. Согласно данным опроса, 51% респондентов работают по специальности, из них 58% люди с высшим образованием. Еще 47% наших соотечественников по специальности не работают, из них 55% со средним специальным образованием. Но еще интереснее другое, почти треть 28%, если быть совсем точным, респондентов не работали по приобретенной профессии вообще никогда. При этом ссылаться на мобильность рынков труда в условиях постиндустриальной экономики неуместно. Просто хотя бы потому, что для того, чтобы получить минимально устраивающую их работу, 37% граждан проходили курсы специальной профессиональной переподготовки. Еще 33% обучались самостоятельно, а 29% респондентов просто заявили, что и вовсе не получали никаких новых знаний и навыков для работы в своей сфере деятельности. И у них при этом, что самое удивительное, все достаточно хорошо. Какой смысл в таких условиях удивляться как профессиональной невостребованности граждан, так и жесточайшему кадровому кризису, в том числе и в таких сферах, как экономика и даже государственное управление? Причины данного явления долго искать не надо. Достаточно взглянуть на его генезис. Кадровый дефицит в одних профессиях и кадровая избыточность в других изначально образовались у нас в ходе развала советской модели экономики и государственности. Когда новой капиталистической формации требовали специалисты в области оптовой и розничной торговли, камневояжеры, маркетологи, агенты, трейдеры, финансисты. А носители прежних специальностей, условных физиков, инженеров, врачей, учителей торжественно объявили не вписавшимися в рынок и отправили на свалку истории как невостребованный материал. Так и появились в нашей с вами стране лишние люди в условиях рыночной экономики. И тогда же, как следствие, появились и концепции образования как услуги. И самое главное, светлая убежденность, что и в этой отрасли, как и во всех остальных, невидимая рука рынка расставит все по местам. Невидимую руку рынка надо для начала поймать и заставить работать, иначе она этого делать не любит, предпочитая подбирать то, что сравнительно плохо лежит. Если вы обратите внимание, то все наши реформы в сфере образования, хоть и объявляют своей целью включения образования в системный рынок услуг, начинаются от чего-то не с рыночных элементов, а с реформы базовых навыков, приобретаемых в начальной школе. Потом идут через среднюю школу к высшей и средней специальной. А уже дальше, по мысли реформаторов, специалист готов, и востребованность его на рынках теперь зависит исключительно от него самого. Между тем, с точки зрения практической экономики, такая система – это очевидный нонсенс, перевернутая пирамида. По идее, сначала хорошо бы понять, какие именно специалисты нужны этим самым рынкам труда. Это не так сложно на самом деле. По крайней мере, такой инструментарий у современных специалистов в области социальных технологий есть, нужно только уметь его применять. А с этим вот значительно хуже. Кадровый дефицит проник и в те сферы, которые с ним, по идее, должны бороться этот вопрос решать. И вот именно как раз действующие перспективные рынки труда уже и должны давать своеобразный заказ высшей и средней специальной школе. Условно говоря, сколько приблизительно нам нужно врачей, военных, учителей, инженеров, да хоть и экономистов с юристами. Ибо и эти люди тоже рынку нужны. А уже высшие и средние специальные школы и должны дальше диктовать средние и начальные, какого качества и с какими навыками абитуриенты ей этой самой высшей школе нужны. В противном случае результатом социально-образовательных технологий является тот самый торговец с фруктами, с хорошим высшим образованием, самосожжение которого стало поводом для той самой арабской весны. Дмитрий Лекух специально для РИА Новости. Проблема лишних. Почему половина россиян не работает по специальности?